Если вы живете в Лос-Анджелесе и у вас мало денег, то вам полагается бесплатный сотовый телефон с минутами и текстовыми сообщениями. Поэтому многие люди в Америке не любят Лос-Анджелес и считают людей, кто здесь живет такими транжирами и дармоедами. Мы, кстати, сейчас в городе УАЗ. Мне когда проамериканский УАЗ теперь больше похож на Мексику. Мне кажется, людей, которые здесь знают испанский язык, больше, чем людей, которые знают английский. Точнее, и тех, кто говорит на испанском, больше здесь. Так же, в принципе, как и в Хамптоне. Кстати, раньше многие районы Южного Лос-Анджелеса были очень хорошими, и люди думают, что они стали плохими только из-за того, что туда переехали афроамериканцы. На самом деле это не так. Они стали опасными, когда здесь появился кокаин. В УАЗе было снято очень много фильмов. Как правило, если вы видите в фильмах про жилищные вот эти projects, то есть жилищные места для малоимущих, это снято в УАЗе. То есть фильмы про Южный Централ часто здесь снимают. Ну, раньше снимали. А в музыкальных видео очень часто, помимо этих жилищных комплексов, показывают еще и вот эту вот лестницу. Она обычно очень исписанная, но сейчас ее, видно, отреставрировали. Очень часто эти ступеньки исписаны просто полностью в тегах. Еще с этой лестницы открывается очень интересный вид на УАЗ Тауэрс, который я уже показывал. Я думаю, вам их видно. Они впереди. Интересно. УАЗ Тауэрс привлекают туристов со всего мира. И этот памятник находится, можно сказать, в эпицентре бандитских районов. За мной сейчас прошли туристы. Здесь еще удобно. Здесь идет синяя ветка метро до даунтауна Лос-Анджелеса. И поэтому туристы просто на нее садятся и на метро добираются прямо до этих башен. Хотя все, что вокруг, это бандитский район, как видите. Теги. Теги. Птицы поют. Но птицам вообще, по-моему, без разницы, в каком районе петь. Они везде очень красиво поют. Они не дискриминируют. Надеюсь, в одних из моих следующих видео покажу вам несколько мест, которые мне нравятся в УАЗе. Одно из них джазовое место, о котором мало кто знает, но в нем часто играют достаточно известные в джазовых кругах музыканты. И оно находится в УАЗе, в месте, в котором вы даже не подумайте, что это место, в котором кто-то будет играть на саксофонах. Такое очень интересное место. Надеюсь, у меня будет возможность вам его показать. Еще здесь есть несколько неплохих ресторанов африканской кухни, афроамериканской кухни, так называемый soul food. Тоже надеюсь, вам ее как-нибудь показать. У меня Южный Лос-Анджелес. Почему-то первые две вещи, с которыми он ассоциируется, это еда и джаз. Сейчас в минуте от Grape Street, она там, вот видите дома, за ним начинается Grape Street. И слышно по полицейским машинам, что мы в гетто. В общем, где там стоит столб, это многим известная Grape Street, в городе Уоттс. В Лос-Анджелесе очень много людей, у которых есть петухи. Мексиканские семьи почему-то любят, чтобы у них в огороде были петухи. Поэтому часто слышно кукареканье. Мой любимый комплекс для малоимущих, Никерсон Гарденс. На мой взгляд, это, наверное, одно из самых опасных мест в Лос-Анджелесе, Никерсон Гарденс. Это парк, в котором я часто бегаю. Район Южного Лос-Анджелеса называется Уоттс. Достаточно известный, здесь были погромы, очень известные. Наверное, в историческом плане он сыграл некоторое значение. Возможно, большое значение. Улица под названием Успех, Сексес, проходит через Горд-Уоттс, через этот район. А это уже дома для малоимущих, так называемые Projects. Я их вам уже показывал в предыдущих видео. Гетто можно, не выходя из дома, ну или со своего двора, купить еду. Это мексиканка продает мексиканскую еду, разъезжает с тележки, с магазинной. Очень часто продают мороженое, чипсы, фрукты нарезанные. Да, то есть можно жить во дворе. То есть я имею в виду, можно ходить в магазин, не уходя из своего двора. Сегодня день с солнечной эвакцией. Как-то, в принципе, большую часть года здесь всегда хорошо. В Лос-Анджелесе, когда вызываешь скорую, приезжает часто пожарная бригада, потому что они быстрее всех добираются, и приезжает сразу, можно сказать, все их машины. У них еще есть биохимический грузовик. Да, то есть он, если какие-то химические ситуации происходят, но они, в принципе, никогда не происходят. Но у них еще есть такой специальный грузовик, который борется с химическими загрязнениями и биологическими. Если вам видно, такие здесь радиоантенны. В Лос-Анджелесе их часто маскируют под пальмы. Казин одежды. Улица Вилмингтон. Не знаю, что хуже улица Вилмингтон в Лос-Анджелесе или город Вилмингтон с южной стороны Лос-Анджелеса. И то, и то не очень хорошие места. Это моя любимая газировка в этом сезоне. Не знаю, почему это киви и клубника. Не знаю, почему-то я на нее очень сильно подсел. Пожарная до сих пор на улице, по-моему, забирает человека. Наверное, кому-то очень плохо. Если вам видно, впереди стоят башни УАЦ. Антенны эти. До сих пор стоят. Радует людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров И.Александрова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok